Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рожденная в СССР» в студии. Я и ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Как и происходит каждый вечер, звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Рожденная в СССР Мой сегодняшний гость снимается в кино, ставит спектакли и работает в известной телевизионной программе Евгения Петросяна, за которым всегда остается последнее слово. Он считает, что это правильно, в театре не должно быть демократии. Большинству мужчин нравятся большие солидные машины, внедорожники, а он коллекционирует игрушечных жуков. Из родного Киева он уехал вслед за любимой женщиной, известной певицей, которая стала его женой. Когда нашего гостя спрашивают, не надоело ли ему смешить людей, он отвечает, что больше ничего не умеет делать. В студии программа «Рожденная в СССР», знающий свои недостатки, лысый, полный, вредный артист эстрады и театральный режиссер Михаил Церешенко. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вас видеть в нашей студии. Спасибо. Как настроение? Настроение прекрасное, и ваша заставка, она «Шевчук поет, рожденная в СССР», она прям так меня сейчас, прям вот у меня такой пошел адреналин. Вы узнали Шевчука? Да. Просто некоторые говорят, о, Газманов. Такое тоже бывает, как ни странно. Вот там есть озвучили некоторые в песнях, они даже судились между собой. Это я знаю эту историю, такая грустная вещь, но на самом деле, я думаю, что они разобрались. Ну и потом рок-н-ролльная тема для вас вообще, мне кажется, близка, она «С младых ногтей», что называется, да? Ну, не сколько... Уже на музыке Кати Семеновой росли, мне кажется. Ну, нет, я, конечно, не рос на музыке Кати Семеновой, она не такая, слава богу, старая. А с детства, да, послушал, послушал, конечно. Что это был, «Битлз»? И «Битлз», и «Роллинг Стоунс», и «Пинфлойд», конечно же, и «Квинн», безусловно. До сих пор у меня в машинке есть диски, которые... Школьница. Ну, и это тоже, кстати, есть. И это тоже, кстати, есть, да. Так что чаще в машинке звучит? Ну, чаще всего звучит в мотоциклетном шлеме, конечно, рок-н-ролл. А, да, не машинка, мотоциклетный шлем, всё-таки, да. Оно соответствует. Да-да-да, рок-н-ролл соответствует ему, конечно, больше. Поподробнее о Михаиле прямо сейчас в визитной карточке, потом вернёмся. Михаил Царишенко родился 19 сентября 1960 года в Киеве. В 85-м году окончил Киевский национальный университет театра кино и телевидения имени Карпенко-Карова. Играл на сцене Киевского театра эстрады. После переезда в Москву участвовал в съёмках юмористической программы «Обана», которая и принесла ему известность. Снимался в фильмах «Старые клячи», «Президент и его внучка», «Дни ангела», «Джокер», в сериалах «Марш турецкого», «Каменская-2», «Сыщики-4» и многих других. В настоящее время актёр театра «Кривое зеркало». Выступает с сольными концертными номерами и в составе театра «Миниатюр» «Братья по разуму» с Александром Морозовым и Виктором Разумовским. В качестве режиссёр сотрудничает с Московским еврейским театром «Шалом» и антрепризными театральными агентствами. Так, всё это о нём. Михаил Анатольевич Царешенко у меня сегодня в гостях в прямом эфире 617-5197. Любые вопросы Михаилу можно адресовать в течение этого эфира, как обычно вводится. И по традиции я всегда в начале программы своих гостей тоже прошу о чём-то спросить зрительскую аудиторию. Какой-то задать свой ностальгический вопрос. Можно прям вот так спросить. Прямо вот с налёта сначала. У всех зрителей? У всех, кто сейчас смотрит. Шараду-загадку. Ну, возможно. Ладно, хорошо. Тогда я бы попросил всех тех, кто нас смотрит, вспомнить какое-нибудь крылатое выражение из советской эстрадной миниатюры. Подчёркиваю, не из советских фильмов, а из эстрадной миниатюры. Советская эстрадная миниатюра. Как я? Завернул? Завернули вы лихо, Михаил. Вам-то заворачивать не привыкать. Итак, советская эстрадная миниатюра. Какая фраза вам наиболее памятна до сих пор? Может быть, цитируете сами. Вот, Миша, против того, чтобы вы фильмы вспоминали, но если вдруг будет какая-то перекличка с кино, то почему бы и не назвать что-то из фильмов, да? Ну, это я уже так просто выделываюсь. Да, капризничает, 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 просто уже так, зазнаётся потихонечку. Да, мы звёзды такие. Вот чайку вам, как звёзды, предложить в начале программы. Он горячий, настоящий, не патопорский. Видите, даже там что-то застряло. Саварка, наверное, настоящая даже, не пакетная. Ну, ладно. Спасибо. Итак, вспоминаем мы, а в конце вы, видимо, тоже назовёте какие-то свои цитаты знакомые, да? Ну, если вспомню, конечно, если вы меня не будете отвлекать. Чем я могу вас отвлечь, Михаил? Ну, я не знаю, может быть, хитрый чай, может быть, какой-нибудь. Чай-то обычный, ещё советский, треслана, тот самый, да, попробуйте. Давайте я тоже попробую. Только не говорите, что не так. Просто слабо заварен. Я не такой прям гурман, прям, чтобы я там треслана. Кстати, ведь этот чай до сих пор есть в продаже. Да сейчас очень много вернулось из советской поры в продажу. Только вкус не тот, говорят. И поразительная вещь, знаете, какая? Какая же? Я поставил спектакль антрепризный по пьесе Филатова «Часы с кукушкой». И пьеса, она советских времён, где-то середина 70-х годов. И я думаю, надо вот эту вот историю использовать, момент ностальгии. И в начале спектакля это, конечно, не Филатова текст. Мы просто дописали, потому что многим людям в зале непонятно, если не объяснить, если не вести в курс дела, непонятно о чём. И мы как бы так плавненько, эстрадными приёмами… Какая конкретная вещь была им непонятна? Я вам расскажу. Молодое поколение сейчас, в принципе, до конца не понимает, что такое дефицит. И поэтому, когда мы там достаем авоську, в которой лежит продуктовый набор середины 70-х… Что такое авоська, они тоже не знают. И мы им всё это объясняем. И у людей в зале это такой отклик получило. Я не знал, что такое вообще может быть. И люди, и как-то так по-доброму они вспоминают, и вместе с нами они перечисляют и говорят, а почему вот там вы не положили тот же чай «Три слона» индийский, одесский чай-разведочной фабрики. Мы говорим, но зато у нас есть мандарины. Ну, мандарины такой, а где вот шпроты рижские или там баночка индийского кофе растворимого. Поэтому как бы вот оно всё вот так перекликается вот с индийским, как меня сейчас навеяло. Такой, кстати, может быть, хороший вопрос вам тоже, друзья. Что входило в тот самый продуктовый набор? Что в ту самую авоську могло входить? Но не об этом, не буду вас отвлекать. Михаил вас спросил о крылатых фразах, которые стали, быть может, для вас крылатыми из каких-то советских эстрадных миниатюр. Быть может, сложный вопрос, на первый взгляд. Может быть, пример нужен какой-то? Не знаю. Ну, любой пример какой-нибудь можете назвать? Ну, на вскидку, например. Вопрос, конечно, интересный. Да. Рефреном шла такая вот фразочка. Потом у Райкина. Это дуэт был Олейников и... Ой-ой-ой, забыл фамилию его партнёра. До Стоянова ещё. До Стоянова ещё, да-да-да-да. Тоже вылетел из главы. Да, вылетел, да. Вот вопрос, конечно, интересный. Это оттуда. Так вот, одна из крылатых фраз уже прозвучала в исполнении Михаила в данном случае. Что помните вы, друзья мои? Пока вы вспоминаете, я хочу напомнить, каким было вхождение Михаила Анатольевича в Москву, с какой программы это всё начиналось. А начиналось это всё с программы «Обана», насколько я знаю, да? Ну, на телевидении, да. В Москве, я имею в виду. Именно в Москве на телевидении, да, конечно. С Игорем Угольниковым познакомились где-то на пляже, я слышал. С Игорем Угольниковым познакомились на пляже на Кинотавре и с его великолепной женой. И мы там... Вы так запросто подошли к голому Угольникову, загорающему на пляже, и сказали... Текст дальше какой? Нет, мы у его жены... Нет, не у него жены. У Марины, у жены Димы Харатьяна, мы взяли маечку такую, она такая полосатая, не полосатая, клетчатая была. И мы сидели и играли в ГО. Прямо вот на этой майке. ГО – это что, гражданская оборона? Ну, типа того, да. Ну, это так надо, в общем, это такие сложные шашки. Так. Вот. Тоже в клеточку всё там происходило. Да, тоже в клеточку. И как-то вот так, а Игорь оказался рядом, и Алла оказалась рядом. И мы как-то так вот, как-то в хорошем смысле этого слова сблизились. Потом мы поехали с Катей в круиз, Игорь с Аллой поехали тоже туда же, и мы придумали с Игорем целых две передачи там в круизе. То есть там подружились, и уже стали рождаться какие-то творческие идеи, да? Ну, мы же на одной волне. Да? Сразу почувствуешь, что вы на одной волне? Да. Так же важно очень почувствуешь, что ты на одной волне юмора, например. Ну, вообще партнёр на сцене – это вообще хороший партнёр на сцене. Это вообще редкость большая. И редкое счастье и удача, когда всё это случается. Когда-то случился наш разговор с Игорем Угольниковым в этой студии тоже. Фрагмент из него, и потом уже участие Михаила в программе «Обана». Рецепт у нас был тогда очень простым. Импровизировать, и надо это делать в компании людей. Ты сам ничего сам не придумаешь. Это всё рождалось в импровизации. Другое дело, что вот уже собирать это надо самому. Поэтому некая ревность у некоторых членов команды «Обана» существовала. Даже мы с кем-то и ссорились по этому поводу. Потому что сборка программы должна быть в одних руках. Девчонки все как мухи, липтут на меня. А я свои старухи сказал. Не для меня. Да, мухи точно знают, на что скрытаться им. Мы кое-что достанем из широких штанин. А может быть не будем сегодня доставать? Послушай, он достал уже. Иди домой спать. Секс, 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 без перерыва. Секс, 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 как это мило. Секс, 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 без перерыва. Секс, 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 как это мило. Секс, секс. Мы в мир большого секса внесли огромный вклад. А мне бы вот на пенсию, а то я староват. Еще совсем не старт. Тогда я суперстар. Мы клевые ребята. Все знаете, кто не знал. Рожденные в СССР. Рассмешили мы чем-то Михаила Царешенко в данном случае. Я думаю, вы узнали моего сегодняшнего гостя. Он по центру стоял в этой группе. В группе «Мальчишник». Да, да, в прическе. В прическе еще тогда. Тогда еще волосы были, да. Была такая группа «Мальчишник» на самом деле. Да, да, да. И этот номер назывался «50-летие группы «Мальчишник». Это уже престарелые мальчишники, да? Ну, в общем-то, да, оттуда, да. Кстати, это тоже такая фраза. Но она не из эстрадной миниатюры. Секс как это мило, секс без перерыва и так далее. Это была такая песня, кажется. Это их песня группы «Мальчишник». Вы не случайно ее взяли, я думаю? Да, меня уже не помню. Марина из Москвы. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Тарапунг и Штенфель были в моей молодости. Так, и чего? И вот у них была такая фраза. Ты свою женку знаешь, чего же ты пытаешь? Ага, ты свою женку знаешь, чего же ты пытаешь? Постоянно и на этом шла фраза у них. Спасибо вам большое за воспоминания. Мне кажется, приятно это вспомнить. Великие Тимошенко и Березин. Да, великие, да. Не только великие украинские артисты, но и советские эстрады. Великие советские артисты. Советские, прежде всего, да. Но вы, поскольку, выходит, так скажу, уроженец Украины, поэтому все-таки вам это, наверное, тоже приятно вспомнить. Эти фамилии особенно. Инна из Москвы. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, добрый вечер. Я могу говорить? Да, да, да. Пожалуйста. А, я, знаете, вспомнила, у меня муж очень любил. В греческом зале, в греческом зале у Райкина. Помните, я весь в бочках автомати в антисанитарных условиях. И я провела этот отдых в музее. Спасибо вам большое. Я почему-то думал, что вы Райкина действительно назовете одним из первых. Мышь белая. Мышь белая, да. Очень много крылатых было выражений, вошедших в народ у Райкина. Игорь из Москвы. Игорь, добрый вечер. Алло, Володь. Вечер добрый. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, моя самая казырная фраза, которая меня по жизни сопровождает Романа Карцева, «Давно ли я в футболе?» Вот, а к Михаилу у меня такой вопросик, вот как бы я так, более ровесик все-таки, как бы, не советских, а российских эстрадников. И вот самый запоминающийся образ, конечно, Михаил Евдокимов. Одна его цитата меня просто на полу убивает, чтобы, как говорится, «Будь стоял, и утки пыли». Вот, приходилось ли вам в жизни общаться с этим человеком? И если приходилось, то какие воспоминаниями поделитесь, пожалуйста, об этих встречах? Все, спасибо. Ну, я думаю, доводилось Евдокимов учаться, конечно. Конечно, и у Миши, ну, можно так его называть, надо, да, у Миши была прекрасная передача, если вы помните, она называлась «С легким паром». Когда, как бы, после бани, после парной, значит, мы все собирались там и травили какие-то байки, анекдоты рассказывали. Я еще, у меня до сих пор на даче лежит футболка, на которой написано «С легким паром». Миша всем дарил после этого. Ну, я неоднократно принимал участие там, ну, конечно, не 10 раз, но раз от 3-4 точно. И, конечно же, мы пересекались где-то на каких-то концертах, безусловно. Общались, да? Ну, конечно, общались. Нельзя сказать, что подружились, но творческая-то у меня такая дружба была. За кулисами ведь все, собственно говоря, свои. И поразительная такая штука есть еще, когда ты видишь человека по телевизору, ну, коллегу, но в жизни с ним никогда не встречался. А потом, когда случайно где-то пересекаешься, то такое впечатление, что мы знакомы давно. Поэтому в большинстве случаев сразу переходишь на «ты» и какие-то вопросы обсуждаешь. Ведь масса общих знакомых – одно, собственно говоря, дело. Поэтому вот такая метаморфоза. Вот я бы так сказал. Поэтому, да, конечно, я знаком был. К сожалению, он ушел от нас. Не поразила вас другая метаморфоза, что он ушел в политику в свое время? И все-таки человек был популярный на сцене. Ну, значит, он вообще такой был человек участливый. Он как-то… Я думаю, что это им руководило, в первую очередь. Потому что слухов и домыслов наверняка все слышали много и разных. Я ничего про это не знаю. Да и, честно говоря, не хочу. И все равно ведь он остался с нами не политиком. Он остался классным, высококлассным артистом. Поэтому люди до сих пор вспоминают, прежде всего, высококлассного артиста сегодня. С таким попаданием персонажа, с таким попаданием точным, он же был свой. Абсолютно свой был. Почему я спросил, что это могло лишь поразить, когда человек такой артист, вдруг начинает заниматься совсем другим попричем. И наверняка другие артисты, которые выступали с ним на одной сцене, проецируют немножко ситуацию на себя. А смог бы я заняться чем-то другим в жизни? Я за вас ответил сегодня, когда вас представлял. Я ничего не могу, кроме как смешить людей. Это же про вас? Ну, я, наверное, где-то это сказал. Я еще, наверное, что-то могу, но, наверное, смешить я могу лучше, чем что-нибудь другое. Валерий из Мариуполя. Валерий, добрый вечер. Валерий, добрый вечер. добрый вечер что же вы сегодня телевизор то не выключил добрый вечер добрый вечер валерий добрый вечер добрый вечер добрый вечер я отвечу на ваш вопрос такая вот была очень знаменитая фраза у михаил михайловича жванецкого какая нормально григорий отлично константин да спасибо вам большое друзья выключайте телевизор чтобы фоном не шло чтобы вот это нас не отвлекало и там по ритм нашей размеренные размеренно прекрасной речи с михаилом анатольчим никак не прерывало 617 5197 напоминаю наш номер телефона вопрос титрами будет периодически даваться воспоминайте свои цитаты свои фразы а мы будем согласно кивать головой тоже вместе с вами их вспоминая хорошо что не меня жуках михаил анатольевич в начале программы спросил поскольку представляя его я почему-то вспомнил именно этот вид не только автомобиля хотя автомобиль такой у миши тоже был 72 года выпуска volkswagen насколько я знаю с которым вы возились лет 10 до 8 8 ну практически 10 лет да настолько была дорога машина хотелось ее отреставрировать в порядок привести мечта мечта детства мечта юности именно такой автомобиль именно вот жук именно volkswagen kaffir кефир я не знаю как правильно в русском у нас он жучок называется и это автомобиль который вызывает только положительные эмоции у людей ну да поэтому он был у меня выкрашен в яркий яркий желтый цвет вот и я его вот вот все свободное время я проводил в гараже а вот дома много жуков это я о чем говорил нашим зрителям это каких жуках речь это об этих же жуках значит о моделях да модельки причем это игрушки точилки зажигалки и подарки да люди знали вашу конечно да 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 и редкие какие-то модельки мы с женой очень много в свое время ездили значит за границей я покупал там всяко разно а началось все очень просто я хотел на жука поставить какие-то диски литые такие ну тогда выбор был достаточно мало здесь и там свой размер такой редкий я ну вот как надо прикидывал какое все и вдруг я в каком-то детском отделе увидел жучок продается я посмотрел думаю вот какие у него диски здесь красиво хорошо смотрится я его купил ну как образец потом через какое-то время я еще одного жучка встретил а здесь другие диски думаю вот это тоже ничего смотрится тоже купил и пошло и поехала пошла коллекция сейчас около трехсот пятидесяти штук ничего себе в развернулись как есть место специальный до специальное место есть и на даче я увез на дачу всех которые ну 18 есть один к 17 так и если больше у меня вот все там не помещается дома уже я-то думал что другая была мечта у михаила в детстве потом чуть позже виталий из егоревска виталий добрый вечер добрый вечер виталий если можно вопрос михаилу конечно да даже если можно два вопросика как ветеран программы может имею право на два вопроса конечно ветеран имеет да спасибо михаил вы знаете у меня один вопрос будет по творчеству и второй немножко личный вот но так как это вы сами это все так сказать декларировали я думаю это не будет для вас там каким-то уже задавайте без этих вот при людей итак первый вопрос михаил скажите вот этот ваш образ нее огурцового скажем так я его так называю а он очень органичен вы его очень здорово воплощали в театре петросяна вот расскажите немножко этого это ваша придумка и как вот вы там с бабушками вот с этими ну то есть это настолько великолепно что очень жаль что сейчас точно редко показывают вот и второй вопрос скажите михаил все-таки как вам удалось и долго ли продолжался с вашей стороны вот ухаживание за екатерина все-таки это звезда российской советской тогда эстрады вот и все-таки вы завоевали ее сердце многим казалось такой диссонанс небольшой все-таки ну так сказать такая звезда вот и вы все-таки человек из юмористической среды вот но у вас такой замечательный союз мы смотрели тоже программы все вот эти пока все дома там так далее вот если можно об этом долго ли длились ваши ухаживания какие вы предприняли так сказать и такие ноу-хау что вот фраза если можно фразу почему-то вспомнилась а вы вы не кассир сидоров вы не кассир сидоров да вы убийца убийца да то что вы задали такие два глобальных вопросов после которых мне можно выйти из студии дальше миша подробно рассказывать как родился образ директора как работал я постараюсь это быстро как познакомили с катей семеновым и так далее свет и севастополя примем еще один звоночек они задерживаются таки издалека звонит мы все запомнили да тем более севастопа светлана добрый вечер добрый вечер владимир добрый вечер михаил раз хочу сказать огромное спасибо за спектакль часы с кукушкой с удовольствием смотрела очень понравилось а фраза крылатая тоже вспомнила райкина какой-то у него был монолог а да говорит вспомни детство свое золотое кому хочется сырым быть мокрым помните да да я помню на луку по штанишке там отодвигал и заливала кипяточку да да спасибо да было действительно такое геннадий из германии геннадий добрый вечер геннадий мы вас слушаем добрый вечер добрый вечер добрый вечер сразу хочу ответить ну две фразы а вас это знаменитый а вас да и второй конечно раки по 5 рублей но большие или за три но маленький вы поклонник до карцева ильченко спасибо вопрос есть если позволите как считаете вы имеет ли будущее вот эти сегодня писатели сатирики которые писали лет 10-20 или сегодня современный стендап все-таки перешел на просто управление взял хотелось меня обойти стороной сегодня вообще вот эту тему современного юмора который только ленивый не пнул левой ногой болящий на ничего меня но тем не менее вот писатели сатирики сегодня актуальны как вы думаете или писать а диаложники уже я думаю что все-таки время рассудит и расставит все по своим местам потому что сложно судить мы возможно с вами выросли на одном юморе потом юмор же тоже лая такая субстанция меняется и я всегда тоже избегаю говорить например вот это хорошо вот это плохо у каждой передачи телевизионную каждого артиста есть свой зритель немножко об этом вопрос хочу каким будет юмор в дальнейшем никто этого не знаю уже внутри процесса находитесь мы же были в советском юморе потом перешли в другую категорию сейчас она 3 какая-то вы знаете в советское время было проще потому что мы могли разговаривать но назовем это так из опов язык да да было много достаточно было намеков каких-то скрытых взглядов подмигивание и все все понимали и всем было смешно и как бы вот так вот сейчас все разрешено был практически все разрешено делай что хочешь как хочешь поэтому нас рассудит время кто останется кто продолжит но все равно мне кажется что авторы которые пишут монологи они все равно останутся потому что есть какие-то классические направления развития хорошо давайте увидим а может быть я не не вы сейчас ответите конечно я просто забуду я уже старый просто я в ссср родился вы тоже что сказали что катя семенова молодая певица поэтому вы же еще надо рассказать как я за ней ухожу вы расскажете это отдельная история будет сегодня я хочу сначала показать вам участие михаила в той самой программе о которой он сейчас будет рассказывать и о том образе про который он сейчас будет рассказывать так будет проще просто будет и понимать о чем речь потом вернемся назревает безвыходная ситуация скоро выборы в думу и нам нужно срочно выдвинуть кандидата от кривого зеркала и я решил что этим кандидатом будешь вот ты бабушка ты не понимаешь всей значимости момента тебе нужно срочно баллотироваться по одномандатному округу бабушка ты же не понимаешь свои выгоды я тебе объясняю простым русским языком ты станешь депутаткой и получишь депутатскую неприкосновенность нафига мне твоя неприкосновенность лет восемь уже говорит миша вот это вот вот этому номеру я подумал то что-то свеженькое такое редкая к телевидению подхожу и паутину давно не снимал я с него так вот я вам напомню как человеку уже в годах до первый вопрос был как родился образ директора человека с портфелем так похожего на огурцову быстро отвечаю это случилось это случайно абсолютно потому что первые выпуски кривого зеркала это был такой наш поиск чего делать мы пробовали и так и сяк и вот так вот и в какой-то момент возникла физическая необходимость чтобы на сцене во время съемок находился некий человек который мог бы организовывать руководитель процесса как бы да и вот я как-то выскочил на эту историю и и конечно же огурцов потому что портфель потому что шляпа ну не только ильинский это делал было много других артистов которые тоже это все равно сразу образ огурцов рождается когда на вас смотрит хорошо я этого абсолютно когда на этих бабусик смотришь тоже сразу рождаются аллегории определенные советского прошлого да вероника маврикин и авдотья никичина вот это все как бы уже заимствованные вещи да конечно думаю что а это неплохо ведь те же владимир вытанков это были прекрасные артисты они достойны подражания просто другая форма была избрана у ребятами они музыка они музыкальные более не от отсутствия креативности не от отсутствия поиска нового чего-то людям же нравится ну вот это вот да людям нравится кто-то говорит еще по-другому people how it любит такое выражение кто-то говорит людям нравится будет дипломатить пусть будет так но мы же работаем ой ничего ничего но мы же работаем для людей мы же делаем все человек приходит на концерт зажав в кулачке вот эти несчастные не знаю там 300 рублей или сколько там перед сутри 400 и он почему он должен почему мы его должны унижать а или обижать каким-то образом он ведь пришел в данном случае на юмористический концерт отдохнуть евгений ваганович как руководитель проекта принял этот образ сразу одобрил или это было в частности его идея тоже войны не было он поддержал конечно как вы вами выше было сказано а еще выше было сказано мной театр это не демократический институт должно сходиться все на одном человеке потому что он ну скажем так я не знаю хозяин программы очень долго мне кажется юмор на нашем экране схватился как говорит миша на одном человеке хотя были другие юмористы но почему-то на петросяне свет клином сошелся и очень многие говорили о засилии петросян на экране я думаю что люди из кривого зеркала очень сильно переживали этот момент тогда да вообще не переживали и потом мы должны точно понимать что засилие как вы говорите на экране тех или иных артистов это не вина артистов это политика того или иного канала и конечно человек надоест если его показывать двадцать четыре раза в сутки конечно он надоест и будет сидеть вот здесь то есть виноваты руководитель канала за то что так часто давали петросян ну не знаю руководитель или виноват или выпускающий редактор виноват но так тоже наверное но с другой стороны существует такое понятие как рейтинг ну да если люди смотрят значит им это нравится нравится на те как хватит старый такой одесский анекдот когда стук в дверь там или звонок в дверь женщина открывается и такой маленький человечек не очень аккуратно одет и говорит добрый вечер миши крисы есть нет нет нету нате почти что да сергене вагановичем мы говорили тоже на эту тему фрагменты за интервью прямо сейчас вот вы сказали фразу что кривое зеркало ругают да это правда в интернете могу вопрос вам зачитать значит до вас не доносится критика это не критика это черный пиар да когда я ушел с первого канала значит на второй канал на российский вот начался черный пиар и кое кем было задумано уничтожить и кривое зеркало петросяна размазать его по стеночке вот но кривое зеркало и ваш покорный слуга находится всегда в творческом процессе мы никогда не реагируем на такие вещи кривое зеркало не за что ругать его надо бы хвалить не потому что я там а потому что там блистательные актеры высшего класса и высшего класса авторы и нам удалось самое главное мне было важно чтобы не я один там блистал а вокруг меня мне подыгрывали а чтобы все были яркие чтобы все составляли единый ансамбль и были букетом цветов вот этим букетом который я бросаю зрителю на радость и нам это удалось это реализованная попытка один из таких блистательных актеров один из цветков этого букета михаил анатольевич царишенко у меня сегодня в гостях в прямом эфире этого человека вы хорошо знаете именно по программе кривое зеркало 617 5197 телефон прямого эфира по этому телефону вы можете обращаться к михаилу с любыми своими вопросами либо адрес отвечать на тот вопрос который прозвучал в начале программы уже видели мы номер михаила с новыми русскими бабушками и мишка дат признался что он совершенно не сольный артист то он скорее человек команды и вот так вот выходить на сцену читать монолог как многие делают да писатели сатирики делают артисты делают это вообще не ваша история да не не нравится не нравится ну вот я наверное могу но я правда не нравится не скучно одному стоять на сцене я люблю глаза партнера и я люблю дыхание я люблю взаимодействие потому что монолог это конечно же очень сложно ты работаешь с залом ты свой человек команды вы человек мне нравится я но и все-таки закончил как-то театральный институт и как-то мне просто ближе все-таки мне хотелось бы как-то поближе к театру быть как-то так погреться у кулис как-то в декорациях я вот сейчас когда слушал петросяна я вспомнил про другой театр к сожалению я не видел ни одного его представления но знаю что это один из первых хозрасчетных потом в горбачевские времена коллективов театральных назывался он гротеск да и вот миша в каком-то интервью признался что с теплотой всегда вспоминает про этот театральный коллектив потому что отдаленно по атмосфере он очень напоминает то что происходит в кривом зеркале да безусловно то есть такая же теплая атмосфера там внутри но там алик левит наш художественного водитель он говорил потрясающую фразу которую я понял с годами он говорил я мечтаю чтобы у меня в театре в труппе театра были одни одеяльщики но мальчишка тянет на себя дело вот я хочу чтобы были одни одеяльщики и он собрал такой коллектив и мы не просто каждый натянуло дело на себя нет мы отдавали это одеяло всем и друг другу это был такой это была такая прелесть это это было так здорово и мы между прочим ведь кстати я очень редко редкий артист который может похвастаться что я снимался в мультфильме до остров сокровища вот в острове сокровища там больше половины артистов которые бегают там значит живыми пиратами это театр гротеск да к сожалению мы не приготовились сюжет с островом сокровища но ничего страшного это мультфильм видели я мая но вы все видели в двухсерийный мультфильм а вторая серия вообще это была вынужденная история в этом мультфильме да насколько я знаю да да там было отснято такое количество нашего материала не мультяшного что режиссер давид яна черкасске дай бог ему здоровья он принял решение и выбил какие-то деньги государственные и мы зашли на вторую серию он зашел там да интересный мультфильм я его помню хорошо несмотря на то что это уже не мультфильм не моего детства но он такой отлично музыка там прекрасно было и быстрякова слова там это я неоднократно видел пародии да и в большую разницу по-моему тоже большой раз делали пародию на вас да вот в этом мультфильме да да мы там как раз встречались витя андриенко алик левитый я да и удивительный момент что на необитаемом острове оказывается вот можно обнаружить скворечник например да знаменитая история тогда же не было цифры и все снимали на пленку и проявляли и потом отснятый материал нас приглашали в студию и мы начались садились и смотрели что мы вчера там или позавчера отсняли и как чего можете это поправить переснять и при очередном просмотре после очередного просмотра я горит я начал почему у нас на необитаемом острове скворечник где там как чего я говорю ну вот зарядили пленку еще раз и я вот вот смотрите он так посмотрел потом задумался и говорит наверное пионеры приколотили и так и оставили мы снимали это кстати этот необитаемый остров этот лес мы снимали под киевом точнее даже еще в городской черте в парке киностудии называлась научно-популярных фильмов киевской так что если вы внимательно будете пересматривать остров сокровищ то увидите тот самый скворечник и он остался в карте конечно по прежнему но я еще раз говорю мы промахнули с островом не показали вам зато приготовили фильмы художественные с участием михаила увидим прямо сейчас боже какой мужчина диспозиции такая или вы возвращаете проигрыш или открывая огонь на поражение но мы не можем вернуть вам деньги замолись гнида боже он сейчас убьет себя сначала их а потом себя стойте подождите не стреляйте я дам вам денег отведите дуло немного в сторону дама обещала дать вам деньги российский офицер денег женщин не берет помолился и ты помолись не двигаться пощадите они тебе все равно ничего не отдадут ты лучше нам помоги вот наш выигрыш получить а что не отдают они говорят кассе денег нет мужик отступаем кассе мы тебя прикроем а я не отступал ни разу в жизни даже кассе но ради вас лично это другое дело осторожненько да ой щип нет все нормально да что ей бога ну что вы к чему уйдите вы им уйдите алло да все в силе второй фрагмент особенно удачный правда мишка сбоку показали где он помогает я снимался в фильме не буду говорить его название я потратил целых две смены своего времени я был директором завода вот и потом режиссер этого фильма пригласила меня с катей с супругой на премьеру в одно в кинотеатр орлан все так было обставлено и значит и фуршет и значит мы перед показом премьерным мы ходили значит светски беседовали со всеми актерами все было красиво и где-то за минуты три до того как мы должны были войти в зал режиссер подошла и говорит миш ну знаешь там у нас как бы не очень по времени получилось и нам немного пришлось там подрезать я говорю ну ладно чё ну пришлось и пришлось и вот мы садимся в зал значит где-то так в цены я значит женой в итоге осталась моя фраза типа кушать подано ну как нам что вы хотите длинный стол за которым сидит совет директоров и моя директорская лысина и все это был такой удар ниже пояса а я-то женой я гордился ходил такой я же артист да уфина вас как не привечает особенно даже со времен того слава шлагбаума если вспоминать про самую первую картину да зато в титрах были я благодарен вот этой неизвестной ассистентке по актерам из киностудии ленфильм они приехали под киев снимать детскую картину макар следопыт и я будучи студентом у нас группа студентов мы пошли туда значит на каких-то деньжат там три рубля за массовку получить огромные деньги были по тем временам а вот и вот эта женщина узнав о том что мы студенты она записала нас в роли за роль я получил то ли 7 то ли 8 руб а роль то в чем заключалась а роль заключалась в том что я стоял в одежде белогвардейского значит какого-то солдата и ехала какая-то телега с офицером и я открыл шлагбаум и все но все равно это была роль причем в титрах есть это мой первый фильм что вот как а следующий звонок я все помню про катю семенова катя семенова любимая супруга михаила я должен про нее поговорим я помню про это очень хорошо как мало того скажу вам по секрету катя сегодня споет песню адресованную исключительно михаилу людмила из москвы людмила добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер владимир и михаил здравствуйте я не знаю насколько эта фраза крылатая но она мне очень нравится доктор у меня это это владимир винокурт докторами это да 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 это весь на шарнирах на это да руки у него так как куклы как марионетка и ну конечно кого ты это наш любимый геннадий хазанов ух ты какая да 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 спасибо вам большое да абсолютно верно это все из эстрадных миниатюр взято александр из санкт-петербурга александр добрый вечер добрый вечер добрый вечер александр спасибо такая связь со стороны как будто из израиль нам звони как-то так и далека это все а кстати в они из германии как было из германии было хорошо как из соседней комнаты как будто кто-то подумает что подходит это было из соседней нет у нас нет ни одного поставного звонка хотя некоторые думают что это так это правда вы сами знаете что каждый дозвонившийся попадает в прямой эфир и сам не ожидает что он уже в прямом эфире и не понимает что уже 617 51 97 что касается любимой супруги екатерины семёновой пора таки подойти к этому вопросу поскольку боюсь спрашивать сколько лет вы вместе больше двадцати больше двадцати лет эти люди вместе то есть скоро 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 вся страна отметит серебряную свадьбу да да познакомились вы вам было уже за 30 насколько я знаю вам и катя да уже за не далеко но за 30 32 вам было скажу я вам по секрету чтобы никому не разглашать спасибо я не помню уже это а ну да 92 год да совершенно верно да вам было 32 вы когда увидели катю впервые по телевизору наверняка да я пришел из армии в 80 году и утренняя почта и я почему-то запомнил девочку которая стояла на коньках так как-то очень не ухли ралась на клюшку да и насчет какой-то нас был форме клюшка служила третьей ногой абсолютно абсолютно и пела песню я еще так смотрел когда симпатичная девчонка и вот так вот прям как-то неожиданно вот ведь в советское время хоккей это же был хоккей да это же была гордость это же как большой театр да да это была визитная карточка нашей страны какие цирк балет да абсолютно вот и я а потом спустя 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 много-много лет мы потом сказать и выясняли я с ней мог пересечься раза четыре да то есть судьба сводила вас как-то я уходил из коллектива на время в это время коллектив ехал на гастроли в монголию работали отделение отделения катя со своими музыкантами отделение коллектив зал с театр шарж вот потом они месяц были в монголии приезжали домой приехали я в коллектив вернулся в театр шарж потом мы совершенно точно мы могли пересечься на площадке фестивальной в сочи потому что катин коллектив уезжал а уезжал а мы приехали судьба разводила наоборот готовила пыталась свести но у меня как-то не получил не получил а потом девяносто начал девяностых сложное время мне пришлось уйти из театра и я стоял вот центрального входа киева печерской лавры торговали торговал альбомами по искусству матрешками полуподпольной организации работал да какая-то там в общем химинальчиком немножко но с моей стороны нет но только лишь потому что надо было как-то зарабатывать деньги потому что в театре в то время люди есть было нечего о каких театрах мы торговали чем матрешки матрешки какие-то флажки и календарин символика вся эта русская сувенирная такая продукция а вот за доляры так и чего катя подошла что-то купить нет и мой партнер толик диченко к сожалению которого уже нет а он пришел сказал миш в кино сниматься пойдешь искал пойду нет у меня елки у меня матрешки нет я искал пойду когда он говорит сегодня в знакомство с съемочной группой нас всех представляют друг другу в киеве и да я сказал хорошо повернулся к своему сменщику сказал я ушел вытащил из кармана все деньги которые на этом заработал я отдал ему и ушел и мы поехали с ним на какую-то квартиру где значит все уже ждали там я впервые живьем увидел звезду советской эстрады абсолютно и тогда была мода такая в кино для привлечения так сказать возможно каких-то финансов возможные интереса зрительского приглашали вот например певицу как сейчас в антрепризы приглашают кого не попадет это сейчас вы по больному мне просто ну это такой как сейчас пиар-ход вот там мы и познакомились но ничего нет 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 абсолютно спокойно нормально у меня меня были опасения что они же звезды я бы не хотел выглядеть игрушкой в ее руках метки терзали меня сомнений но вот как-то потом все мы в два собственно говоря взрослых и уже более не опытных человека мы ходили держась за руку потом мы поехали с этой же группы мы снимали в разных местах сначала мы были в юрмале а потом с небольшим перерывом мы снимали феодосии и вот феодосии у нас уже как-то так роман закрутился так что мы за руку уже держались мы ходили на набережную кормить чаек мы ходили в музей азовского ну то есть как то вот так вот все как-то а потом я какое-то время жил в поездах между киевом и москвой то есть мне было свободное время там два дня но москва то понятно почему появилась вашей жизни да потому что появилась катя в москве потому что катя конечно ну просто меня спросил один человек где вы теперь будете жить в киеве или в москве я сказал что катя в москве нужнее чем я в киеве и поэтому я приехал вопрос о переезде маску катя на украину не стоял ну как бы он висел в воздухе для всех но потом москве с карьерой как-то может быть развитие могло быть лучше да чем в киеве под никогда именно лоб не да не когда у меня даже мысли не было и вообще у меня всю жизнь была мечта я я хотел все время жить с родителями не потому что чтобы он там меня мама кормила там из ложечки а потому что чтобы я как-то мог за папой и мамой ухаживать им помогла уже так тот период я всегда я всегда мечтал я я это делаю сейчас но все равно они там а я здесь они в украине по-прежнему да они живут в киеве ну не знаю как это делает сейчас михаил я-то наслышан что мамочка буквально позавчера уехала из москвы туда обратно в киев полностью комплектов холодильник родного сыночка чтобы сыночка не голодал здесь мама по-прежнему заботится о сыночке мама остается всегда мама это правда вернемся к этому разговору мы его не закончили владимир из молдовы владимир добрый вечер алё да здравствуйте добрый вечер добрый вечер моя фамилия власть из кишинева очень приятно я всегда смотрю больше удовольствия эту программу спасибо так я сам люблю юмора и вот и михаил такой вопрос горе что у вас сын когда в пятом классе отличный хороший умный воспитанный сдержанный только на 5 учился вот и вдруг он пятом классе курит самые дорогие сигареты в россии вы начали ругать как будто деньги не давали не мать не не ради то дали вы хотите вы хотели приступить его призвод ты что куришь ты в пятом классе о как дыр папа пор когда ты был выпьешь и сказал ты тоже курил в пятом классе вот да я курил пятом классе мне было 19 лет это вопрос это что было сейчас я думаю что это был такой анекдот это не история жизни нет это не стоит не курил я в пятом классе не курил а совершенно точно а сын ваш не курил вы его не журили за это не помните но когда он начал курить он уже был в классе на 10-м я каш журил вот а сам я в пятом классе занимался спортом поэтому мне было не до до курева я вообще выходец из спортивной семьи я знаю что мастера спорта по художественной гимнастике нет нет спортивной гимнастике родители да да обратно по спортивной акробатике мастер спорта международного класса так что в семье не без урода я один артист да почему ваша карьера сценическая насколько я знаю она начиналась с мата да я вырос на матах на матах вы вырос абсолютно я вот запах поролоновой ямы куда значит тренировались мы значит делать всякие разные по приходу прыжки приземление спортивный приход приход вот приземляется поролоновая яма вот туда и маты сначала они были ватные обшитые вот спортивные маты имеется ввиду конечно для тех кто поздно догоняет вот так что я я вырос в спортивном зале я помните тот номер на котором выросли вот на тех самых матах что какой номер вам понравился или не понравился как вы хотели воспроизвести сделать правильно на тех спортивных матах ваше первое выступление ваше осознание того что я хочу быть артистом когда пришло впервые совершенно верно это я помню но это было не в спортзале они спорта нет это было дома отец пришел с работы если помните тогда у нас были телевизор без пультов да это переключатель называется птк для того чтобы переключить программу нужно было встать и переключить с таким щелчком громким и тогда было кажется 4 программы всего и отец пришел с работы сел перед телевизором мама поставила перед ним из кухни принесенную табуретку у нас не было никогда столика такого журнального табуретка и отец сел есть после работы я помню был очень уставший вот я помню это и он включил телевизор и там была какая-то программа и он так посмотрел посмотрел там что-то говорили при помощь говорили что-то ему не понравилось и он встал и переключил следующий там тоже что-то говорили и он тогда щелкнул третью и там тоже что-то говорили и и я вдруг увидел в глазах отца такую какую-то тоску ну как то вот ну вот ну и здесь нет отдыха ну я не знаю что я прям почувствовал это я тогда подумал что я стану артистом я буду смешить людей и папа придет после работы значит включить телевизор увидит там меня и им будет весело и хорошо ухты это я совсем четко помню какое доброе желание такая вот еще ребяческая детская забота о родном отце вообще знаю что отец это святое но мама для всех для нас святое но папа это тоже отдельная святая фигура для михаил анатольевич да ну конечно тоже где-то кто же признавали что хотели похожим на отца или вас радует то когда вам говорят что сравнивают с отцом да каким-то образом конечно я хочу быть похожим на него но может быть не во всем потому что он сейчас вредный и такой как ребенок но все равно для меня папа всю жизнь был таким ну мужчиной мужик такой вот он отвечал всегда за свои слова я это почему-то знаю то есть у меня нет каких-то конкретных примеров там и что но надо сказать честно к моему воспитанию отец ни разу не приложил свою руку никогда он мне не тронул даже пальцем мамка лупила было за что наверно ну-ка вот он никогда думаю что не из каких-то педагогических соображений думаю он просто боялся потому что рассчитать силу ну человек который всю жизнь занимается спортивной гимнастикой это достаточно физически развитый человек как бы тут ребенок ну как я думаю только по и вы тоже думаю рукоприкладцем не занимались относительно родного сына ну я вообще как-то да не вы этот не про вас да совершенно что-то воспитывали другими методами словом воздействием примером живым слово сильнее на самом деле чем это да есть она и ранит больнее если чего и и приласкает лучше чем сын имеется ввиду от первого брака он тоже живет в украине да сейчас это вот не ваш совместный ребенок сказать семена с катечкой вас нет детей да да у нас как бы есть с катечкой дети совместно это мой от первого брака и от первого брака ах вот эти вот ребятишки до наши ребятишки но это один уже один уже ребятенок папа уже шестой год у нас внук прекрасный матвей вот это катина значит сынок вот по катиной линии а по моей линии пока что-то тормозит не сделал вас я не тороплю я такой дедушка какой созревающий дедушка в гостях сегодня катя семенову недавно который была у меня тоже в гостях увидим прямо сейчас заканчиваем песни да да посвященный моему очень просто рассказать о чужой любви но очень трудно передать волнения свои кучи книг и фильмов везде любовь морковь смотрим и читаем вновь и вновь а про нашу любовь не напишут в книжках просто не найдется слов таких не грусти не грусти никогда мой любимый мишка радости нам хватит на двоих мы ругаемся зазря злимся иногда но между нами говоря все это ерунда сядем потихоньку помолчим чуть-чуть вынести помойку не забудь а про нашу любовь не напишут в книжках просто не найдется слов таких грусти никогда мой любимый мишка адресовала любимая жена мишки своему михаилу анатольевичу вот эти слова радости хватит нам двоих что-то такое в данном случае прозвучал но действительно эти люди вот сколько я общался с катей мне кажется одного поля ягода можно так сказать если уж совсем просто говорить а с другой стороны они очень легкие оба очень чувствующие друг друга как мне кажется и очень на одной юмористической волне находящийся что всегда тоже очень важно потому что юмор мы уже говорили вещь специфическая да понимать друг друга находиться на его на вот этой даже юмористической волне это тоже великое достижение вы знаете вы мне сейчас извините напомнили одну такую фразу по поводу нашей похожести и так далее знаете когда говорится когда человек около 25 лет играет на скрипке он автоматически становится евреем поэтому конечно же но мы и живем так долго потому что у нас очень много одинаковых взглядов на какие-то вещи мы схожи в этом конечно а потом у катя же у нее потрясающее чувство юмора да она всегда говорил о том что она стала артисткой случайно там как-то так получилось но тем не менее она приклад прекрасно владеет там там слух там она пишет песни у нас кстати вышел вот у нее диск совсем недавно где и тексты тоже и и и такой первый совсем авторский уже десятый композитор как бы и сочинитель текстов да то есть десятый по счету сиди вот этот вот диск вот но она при при всем при этом она прекрасно владеет искусством рассказа у нас остается вот искусство рассказа кстати 40 секунд до выхода из эфира может быть вы нам парочку фраз назовете которые вы сегодня о которых вопрошали наших зрителей может быть у вас голове тоже есть фразы из советских эстрадных миниатюр которые вот здесь навсегда вы знаете я бы хотел по-другому немножко я бы хотел 20 я бы хотел сказать всем что вот давайте как-то вот будем все таки мы подобрее друг дружку мне кажется что сейчас дефицит доброты и мне бы хотелось просто вот в такой обстановке домашней уютной мне бы хотелось просто пожелать всем всем нам доброты а фразы они останутся они правда останутся навсегда спасибо вам за доброту вашу увидимся завтра дорогие друзья как обычно в прямом эфире в 22 часа до встречи это принципиально новая модель фотокамеры называется фэд стерео в отличие от обычных фотоаппаратов она имеет два объектива и снимает объект сразу с двух точек под разными углами это дает возможность получать слайды с так называемым стереоэффектом в комплект фэд стерео входят кроме съемочного аппарата специальный проектор экран и 10 пар вот таких стерео очков только вооружившись ими можно увидеть снимок в объемном изображении аппарат довольно прост в обращении так что и может пользоваться даже фотолюбитель диафрагма и выдержка устанавливается автоматически в этом году комплекс фэд стерео поступит в торговую сеть пиком фэд стерео